Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава Микэц, и мы находимся в Хануку. Всем в Хануке Самеях, и недельная глава всегда читается в Хануку. Сейчас мы попробуем, так как недельная глава читается в Хануку, показать связь между недельной главой и Ханукой. В чем есть связь? Итак, прежде я хотел задать несколько вопросов. Начнем с того, что Ханукея сделана для того, чтобы мы вспоминали о чуде с маслом, которое произошло в связи с зажиганием миноры. То есть у нас есть простой намек на минору. Но есть разница колоссальная между минорой и Ханукой. Когда зажигать минору? По закону, только когда есть день. Когда на улице светло. Ханукью же зажигает наоборот, когда уже стемнело. Нельзя зажигать ее, пока можно зажать раньше, но она должна прогореть, когда темно. Она должна гореть, когда темно. Теперь второе из отличий, еще одно отличие, которое есть, это то, что минору зажигали святая святых, то есть ее зажигали в храме. И большинство народа вообще ее не видел. Кто видел минору? То какое. Ко ним они заходили, они зажигали, не видели. Левиты видели. Зажигали люди, которые близки к храму. Все остальные не видели. Большая часть народа никогда в своей жизни не видела минору. За исключением, когда говорят, что специально вынесли, чтобы ее увидел народ. Потому что думали, народ вообще не видел. Хоть увидит минору. А так он и не видел. Может только картины. Картины всегда могут исказить. Да, то есть помните, как в том анекдоте говорят, слушал я вашу Аллу Пугачеву, она не понравилась. Робинович его спрашивает, а где ты ее слушал? А Хаймович не напел. Да, то есть если нарисовать, это не обязательно будет так, как она есть на самом деле. И получается, что большинство минору вообще не видели. Не видели свет минору. Что же касается ханукии, ее надо давкой делать так, чтобы видели люди. Именно, чтобы видели люди. Если домочавцы уснули, уже есть проблема зажигать благословением. И поэтому ханукии зажигает на огне, возле двери. Зажигает ее некоторые прямо на улицах возле двери. Мы зажигаем центральные миноры. Мы делаем много огней. И наша задача, чтобы эти огни увидел весь мир. То есть прямая противоположность между тем, что видели в храме. То есть о чем это говорит? Можно много комментариев привести. Один из комментариев, что тогда это не был Галут. Когда нету Галут, на улице светло. И не надо нам освещать, по идее, улицу. Вторая вещь, о которой мы говорим, что очень важная сказать. И это мы сейчас попробуем связать с нашей недельной главой. В том, что очень важно сказать, что в темноте тоже есть свет. То есть что в самой темноте тоже задержится свет. А в свете темнота. И когда мы зажигаем в темноте, это не значит, что это есть очень большая связь. Но для того, чтобы это понять, мы перейдем на нашу недельную главу. И так мы ответим с помощью нашей недельной главы на этот вопрос, который есть много ответов. Но один из таких очень глубоких ответов, которые я хотел с вами обсудить. Итак, мы переходим к истории с Юсефом. Что было с Юсефом? Мы помним, что Юсеф был приговорен. Его отправили в тюрьму за то, что он не совершал. Дальше мы видим, что Юсеф подходит к двум министрам, которые приснились сны. Он предсказывает их сны. И как он предсказал их сны, так и они сбылись. Теперь одного повесили, другого оставили в живых. И тот, кого-то оставили в живых, он ему на этом деле тебя оставит в живых. Пожалуйста, попроси у фараона за меня, потому что я на самом деле ничего плохого не сделал. И так далее. Он просит у него, чтобы он походотайствовал за Юсефом. Это нам будет важно потом, когда мы поговорим. Но дальше происходит следующее событие. Через определенное количество лет фараону снятся два сна. Вот, вернее, он спит, ему снится один сон, прожил сон другой бок, ему снится другой сон. Как бы продолжение этого сна. В первом сне, как мы говорим, что были толстые коровы, жирные коровы. И были тощие коровы, настолько тощие, что таких коров он даже не видел вообще в жизни. Да, как он говорит сам, не видел таких коров тощих в жизни. Во втором сне были снопы толстые и были снопы очень тонкие. И он говорит, что тоже такие очень тонкие снопы и все остальное. То есть, такой сон. И вот он собирает предсказатели. И предсказатели должны снов, такие разгады, которые должны предсказать и ответить. Тут я вспомнил еще один анекдот. Что-то меня потянуло на анекдоты. Вот, анекдот, когда жена подходит к мужу перед 8 марта и говорит, знаешь что, дорогой, мне приснилось. Говорит, что? Мне приснилось норковой шубой и бриллиантовой коле. Он говорит, да, дорогая, но ничего, скоро ты узнаешь, к чему твой сон. Она такая радостная, ждет подарка. И вот муж приносит коробку. Вот она думает, может там чек, может еще что-то. Она открывает коробку и там книга «Толкование снов». Окей, мы переходим к серьезности темы нашей. И вот он вызывает всех таких знаменитых людей. И никто не может растолковать сон. И тут возникает вопрос. Дорогие друзья, неужели непонятно, что когда мы видим толстых коров, это изобилие. Тонкие коровы, это противоположность изобилия. То есть тут два намека на изобилие. Неужели никто из всех вот этих предсказателей не мог предсказать ясновидящих, сновидящих, не мог предсказать о том, что на самом деле это голодные годы и богатые годы, сытные годы. Неужели никто не мог додуматься до этого? Неужели только Юсеф, что в этом было такого интересного? Неужели Всевышнему надо было делать чудо, чтобы они оттупели просто? Потому что неявно, что-то было не так в этом. Вторая вещь, когда Юсеф предсказывает сон. То есть помните, он идет к фараону, он предсказывает сон. Тут возникает вторая вещь. Он предсказывает сон, что он говорит следующее. Он говорит, а я тебе даю совет. То есть он дает фараону совет. Ему вообще голову за это нужно было отрубить по правилам. Кто ты такой, чтобы давать фараону совет? И ты говоришь, видимо, человек умный и дает ему совет. Нормальный совет такой, говорит, будет 7 лет богатства, а потом 7 лет голода. Любой человек знает, что если будет богатство, потом голода, он будет скупать в богатые годы пшеницу. То есть это само собой разумеется. Кто ты такой, Юсеф, чтобы давать совет еще раб дает? Это еще никто. И что отвечает фараон? Какой умный человек? Он должен был его казнить по дороге. То есть он должен был его наказать за такой выскочкой такой. Говорит фараону, как поступать? Ты кто такой, чтобы ему говорить, как поступать? Тебя попросили предсказать сны. Тебя не просили предсказывать. Он говорит, фараон, а сон это один сон. Будет 7 богатых лет, потом будет 7 голодных лет. И вот 7 голодных лет ты должен сделать то, то... Слушай, ты говоришь фараону, то есть тебя мало объяснить. Но, что мы видим, что фараон отвечает ему совсем по-другому. Он говорит, где найдем такого умного человека во всем мире? И назначает его чуть ли не первым лицом, вторым лицом, на самом деле, практически исполняющим обязанности первого лица. Он назначает его на такую высокую должность. Вообще, на первый взгляд, какая-то такая сказка для детей, на первый взгляд, не дай бог. То есть, как так можно было понять, как такое могло случиться? Неужели Всевышний делает такое чудеса? Что же было в ответе Юсефа и предсказаний снов? То, что не могли предсказать все другие эти предсказатели? И что, почему понадобился фараону именно такое внимание коснулися? И почему был такой результат после того, как он рассказал свой снов? Да, я забыл сказать, что предсказатели говорили, что у фараона одновременно, это очень важно, родится, скажем, семь сыновей, семь дочерей или четырнадцать детей, и половина из них погибнет. То есть, семь останется, семь нет. Он начнет там семь войн, четырнадцать войн, семь он выиграет, семь проиграет. Все эти вещи были логичны, их можно было предсказать, но самая логичная вещь, что это были голод и холод, как говорится, никто не мог предсказать. Вот. Вся проблема, что фараону приснились и толстые коровы, тучные коровы, и худые коровы одновременно, как снопы. Одновременно. То есть, не может быть одновременно и голод, и одновременно изобилие. То есть, не может быть и голод, и изобилие. Да, то есть, не могут эти быть две вещи параллельно. То есть, они не могут быть параллельно, а вместе. Они могут идти по очереди, но они могут идти параллельно. Но вместе эти две вещи никак не могут состояться, потому что это нелогично, это нереально, это ненормально. Или голодные годы, или это. И потому что он видел их вместе, никого не пришло в голову сказать о голодных годах или неголодных. А те предсказания, которые они говорили, 14 детей, да, могло у него родиться 14 детей от нескольких женщин. Да, могло половина умереть, половина нет, одновременно. Могла быть эпидемия, как мы знаем, что такое эпидемия Могло быть войны, потому что он мог Развить столько войн, могли быть другие Комментарии, но вместе Голодные и с худыми не идут И поэтому для него был вопрос О чем ты говоришь, мне же снились по очереди И это объяснение, что ССФ Говорит, знай, что в богатых Годах в хорошем Содержится плохое и в плохом Содержится хорошее Что значит в хорошем содержится плохое? Знай, что когда есть что-то хорошее Нужно видеть в нем И негатив, который есть Для того, чтобы это исправить, двигаться дальше Что хорошее оно не постоянное При этом присутствует негатив И также наоборот На самом деле нет понятия темнота Темнота это отсутствие света Поэтому плохое это отсутствие другого света То есть в плохом тоже содержится хорошее И ССФ говорит, это мой стиль жизни Это моя жизнь И поэтому он осмеливается давать фараону Такой совет Совет в том, что даже когда хорошо Надо Это может быть плохо Надо брать до будущего Надо нести на будущее, когда будет плохо То есть если тебе сейчас хорошо Надо нести на будущее, когда будет плохо Известная майца, которая пишет Что у человека не шли дела Ему было очень плохо И он пришел к Равину Равин говорит, повесь табличку Так будет не всегда Он повесил табличку Так будет не всегда Дела его пошли на поправку Все пошло хорошо И потом он пришел к Равину Говорит, у меня все хорошо Можешь снять табличку Он говорит, нет Табличку снимать нельзя То есть пока человек во время хорошего знает, что так может быть не всегда, что это изобилие, это не то, что тебе падает с головы и ты забываешь о Всевышнем благодаря этому, а когда ты помнишь, что изобилие может закончиться, если не дай Бог, Бог закончит, то в этом-то оно будет изобилие. И наоборот, когда ты попадаешь во что-то, негатив, то в этом тоже есть хорошее. И Сев говорит, это моя жизнь, вся моя жизнь это такая. И фараон, я говорю, я тебе говорю на своем примере, меня отправили, ни за что там продали. То есть я не искал негатив, я знал, что в этой темноте есть свет. Какой свет? Свет то, что я попал, было благовоние, которые шли. То есть это уже мне намекало на свет, что не все так плохо, что даже в этом нехорошем есть что-то хорошее. Потом меня продают в рабство, я тоже понимал, что не все потеряно, что в этом нечистоте тоже есть хорошее. И в тюрьме я понимал, и поэтому я достиг той высоты, которую я достиг. Единственное, когда я был наказан, когда я на секундочку забыл, когда я подумал, что я лишь жертва обстоятельств. И Сев не был жертвой обстоятельств, а потом понимал, и ты не можешь быть жертвой обстоятельств. Потому что у Всевышнего есть задумка. Если ты живешь с этим и знаешь, что у Всевышнего есть задумка, то ты не являешься жертвой обстоятельств, а кем ты являешься, ты являешься задумкой Бога в этом моменте, и поэтому ты должен видеть хорошее, которое есть сейчас и которое будет таком. Как минимум ты должен знать, что во всем этом плохом, что сегодня с тобой случается, содержится масса хорошего, которое или ты не видишь, или ты видишь, да, может оно не такое явное по сравнению с чем, что было в богатые годы, но ты должен помнить, что в богатые годы это тоже было, просто это было не видно, а в плохие годы это видно, потому что, как мы говорили, что темнота это отсутствие света, и поэтому нужно видеть свет и проливать свет во всем, как мы говорили в предыдущих беседах, что не нужно бороться с темнотой. С темноту палкой не прогонишь. То есть ты не можешь там плакать и говорить, что это вот следствие того, что произошло, и бороться со следствием. Потому что нужно знать причину того, что произошло. Причина укроется, что ты всегда живешь с Богом, и поэтому ты веришь. И поэтому Исаак говорит, я так живу. Даже когда хорошо, я знаю, что это от Бога, и знаю, что надо брать. И когда плохо, это неплохо, потому что это тоже от Бога, в этом плохом тоже есть хорошее. Что ты думаешь, что есть в плохом хорошее? Он говорит, если ты сейчас накопишь это зерно, и ты увидишь, что плохое переменется в хорошее. То есть ты должен видеть в этом плохом хорошее, что благодаря этому Египет стал самым сильной державой. У нас был хлеб, как и у них был хлеб, и все остальное. То есть это аспекты, которые появились благодаря тому, что были плохие годы. Как я сказал, что поэтому два года он получил за то, что он посчитал, что он жертва обстоятельств. Когда он начал плакаться министру, тем самым он принял, что он жертва обстоятельств. На минуточку он забыл, это получил два года. Потому что весь его стиль это не борьба со злом, это не борьба с этим вот. Это понимание и раскрытие, это раскрытие света и понимание, что добро есть в плохом. Даже в плохом есть добро. И вот это понимание, это раскрытие этого света, что в плохом есть добро, и есть тот свет, который он несет. Это то, что он говорит фараону. И поэтому фараон говорит гениально. Гениально. Такой человек с таким подходом, который во всем видит добро, он достоин руководить страной. Потому что он даже в тяжелую ситуацию не будет унывать духом, не будет говорить, что я с этим не справлюсь. А будет идти дальше, поднимая и раскрывая добро в плохом. Раскрывая в виде потенциал, который содержится от плохого. И от этого плохого брать потенциал. Я приводил пример с Ноем, с Нолхом. Когда родился Нох, в его времена пишется, что все люди рождались, у них руки были как лопаты. То есть у них не было разделения пальцев, и большого этого пальца не было. Руки были как лопаты. Почему были лопаты? Не было орудий труда. И нужно было копать вот так вот руками. И людям нужны были такие руки, чтобы копать. Они у них были как лопаты. Две лопаты, как мы смеемся. Но несмотря на это, когда родился Нох, люди сказали, какой несчастный человек, чем он теперь будет копать с такими руками. То есть помните, когда играет пианистом, и говорят им, такие руки, такие руки, а куда он их может быть? Он в карманниках может быть, а он куда их использует? Что же сказал Ноха Отец? Ноха Отец говорит такую важную вещь. Раз он родился с такими руками, как бы это недостаток в плохом, значит в этом плохом есть что-то хорошее. И наоборот, в плохом иногда содержится хорошего гораздо больше, чем мы это видим. Если мы раскроем потенциал плохого, то есть если мы увидим хорошее в плохом, то мы можем подняться на громаднейший потенциал. Итак, к примеру, что сказали папа Ноха, он говорит, этот человек избавит мир от страдания. То есть он утешит мир. Что значит утешит мир? Но был первый, то сделал орудие труда, что благодаря как бы на первый взгляд своему недостатку, это оказалось громаднейшим достоинством, что вот этот вот минус перевернулся в плюс. И он изначально, если человек подходит с таким пониманием, он изначально может перевернуть подход, жизнь и все остальное, и превознести в наш мир свет и силу, которую невозможно превознести. Даже когда мы будем разломаны, как мы знаем, что еврейский народ сколько раз пытались растоптать, сколько раз полностью уничтожали, он становился буквально из пепла заново. Откуда этот потенциал? Откуда эта сила? Потому что если бы мы только жили зацикленные во прошлом, то мы никогда бы не получили наше современное будущее, которое мы сейчас имеем. То там, где мы находимся, мы бы никогда не смогли подняться. Мы бы все время плакали, что нам плохо. И все. И мы видим вот этот вот потенциал на примере ноха, что когда у человека есть нестандартное состояние, это не значит, что он плохой, ущербный. Возможно, этот ущерб будет в дальнейшем преимуществом, благодаря этому преимуществу, то, что он выйдет на новую ступень, вообще любую какую-то ступень. И когда мы смотрим таким взглядом на мир, это не решает наших проблем, но это дает нам возможности жить над проблемой, подняться над проблемой, не зацикливаться в проблеме. Это позволяет нам не падать и не идти назад. Когда мы живем с таким пониманием, проблема может не исчезнуть, но мы поднимемся, будем жить дальше. И в результате, скорее всего, и проблема исчезнет, и будет гораздо лучше, и мы сможем подняться над этим и сделать из этого что-то более хорошее. Помните, как тот известный анекдот, когда говорят, что Бог собрал всех представителей религии, говорят, что все надоело, один разврат на земле, там все плохое. Говорят, я даю 7 дней на то, чтобы вы исправили весь мир. Или 7 или 30, не успеете исправить, 30 дней, вот, все, я уничтожу всю землю. То есть, я опять наведу потоп. То есть, так что смотрите, не исправитесь, наведу потоп. Ну, возвращается мусульмане, начинает говорить, мусульмане, мы должны правильно себя вести, все. Возвращается там католик, говорит это, возвращается там православный, говорит это. Возвращаются раввины и говорят, слушайте, дорогие евреи, у нас есть 30 дней на то, чтобы научиться жить под водой. То есть, как бы, мы готовимся ко всему. То есть, если это есть, значит, это есть вперед. То есть, надо идти вперед. То есть, на примере этого, когда случается с нами что-то плохое, наверняка для того, чтобы в будущем было что-то хорошее. Что, как мы видим с Ресефа, что в будущем что-то из этого плохого должно выйти. То есть, это может выйти и духовный потенциал, не дай бог материальный может не поднимем, но духовный потенциал тоже поднимем. Мы закаляемся, то, что нас не убивает, как мы говорим, делает нас сильнее. То есть, благодаря этому мы станем сильнее, умнее, мы не наступим на те же грабли. Это, может быть, был такой опыт, который стоил много денег. Но в результате мы сможем подняться, если мы не остановились. Если мы идем над проблемой, что мы видим во всем плохом, содержится также и хорошее. И тут это напоминает подход греков. Греков подход был абсолютно противоположный. Какой подход был? Они говорили так. Помните, там была Спарта и было философов. Там было на две части философы и люди, которые ценили тело. Очень сильно материю именно. Кто-то философию, кто-то материю. Итак, те, кто занимались материи, они говорили очень интересную вещь, которая сейчас очень похожа на то, что мы говорим, только на противоположность. Они говорили, если ребенок родился с потенциалом, надо этот потенциал развивать. Но если ребенок родился с ущербом, если бы тогда родился ног с такими руками, его бы просто убили. Почему бы его просто убили? Потому что они бы сказали, что он ущерб, наш мир устроен так, с нашим миром бороться невозможно. Надо принимать наш мир таким, как он есть. И раз ты родился такой, значит, ты не должен жить. Не дай бог. То есть, или философы, которые, философия, все тоже там, они были, там, другие проблемы. Но мы переходим непосредственно к грекам. Греки, это очень интересный момент. Греки, они, в принципе, был культурный народ. В принципе, хотели, чтобы мы занялись их культурой, чтобы мы увлеклись их культурой, они преуспели в этом сильно. Единственное, что греки не боролись с нашим телом. То есть, они не боролись с философией. Им нравилось, когда что-то все логично, все нормально. Греки боролись в том, что мы во всем видели Бога, даже в плохом. Греки боролись с этим, они считали, что все зависит от материи. Что такое настоящий грек? Грек, это человек, который считает, что если ты родился, ты должен получить образование, ты должен получить это, ты должен получить это, ты должен иметь хорошее тело, здоровье. Без этого у тебя нет шанса. Все, забудь. Или умирай, или живи дальше. Мы же говорили так, нас сотворил Бог, и мы не подвластны материальным мечам, что материя тоже от Бога. Это они не хотели видеть. То есть им не было проблем с Торой, как Торой, как философией. У них была проблема с Торой, как Тора Бога. Они хотели убрать Тору Бога, то есть Бога из Торы. Как сделали коммунисты. Они убрали из Торы Бога, то есть из теории Бога, и оставили только материю. И поэтому у них получился коммунизм, где нет духовности, которая должна быть всему головой. То есть они полностью шли за материей. И так Хашмана, когда греки вошли в храм, их не волновало, что евреи будут там молиться. Молиться это хорошо. Но они хотели, что раз вы молитесь, должно быть еще там рядом мы хотим поставить идол. Что это было не только вашей идеологией, но и наше. Вот здесь вот рядом. Здесь будет идол, а здесь вы молитесь дальше. То есть они как бы противостоят. То есть они говорят, вот это пожалуйста, это пожалуйста, это нам не мешает. А вот это мешает. Вот это так. Вот все, что нелогично, это вы уберите. Все, что логично, оставьте. Мы так переполовьем вашу религию, и все будет нормально. И поэтому, когда греки зашли в храм, они не уничтожили масло. У них не было проблемой. Это греки были те, которые не разворовали храм. Они оставили минору, золотую минору. У них не было проблемой, чтобы там писалось, что она исчезла. У них не было проблемой, чтобы евреи зажигали масло. У них была проблема с тем, что евреи говорят, что есть чистое масло, есть нечистое. В чем разница чистого от нечистого? К ним прикоснулся нечистый человек, он его сквернил. Что делали греки? Они специально открывали пломбы, дотрагивались до этого масла, делали его нечистое и закрывали пломбы. А вот вы такое масло поджигаете, такое масло пусть горит. Такое масло нам не мешает. Это нормальное масло. Пожалуйста, пусть оно горит Уберите вещи, которые выше разума Которые вы прикладываете туда Вкладываете разум Уберите эти вещи оттуда, которые вы не вкладываете Разумно, да Гореть красиво, красиво горит посвечник Это такая красота, это искусство Это больше света Мы с этим согласны Но это свет духовный И что только чистое масло надо это уберить отсюда Это нам не подходит Вот с этим у нас есть проблема И поэтому греки не хотели, чтобы евреи не зажигали масло Они хотели, чтобы зажигали И зажигали именно некошерное И поэтому вся победа была именно в масле Потому что это победа была духовности Над материальностью То есть это была проблема Победа духовности над материальностью Шемен, то есть масло Оно очень интересный продукт Это очень важно нам отметить Что масло никогда не смешивается с другими жидкостями Она имеет возможность проникнуть глубоко С одной стороны И с другой стороны остаться отдельной жидкостью То есть куда его не кинуть Это напоминает евреям Они не хотели отделить евреям, видеть святость Что евреи это как вся другие массы А мы все время всплываем как это масло Отделяемся, уходим, проникаем Вылазим во все Это они не хотели Они боролись именно Они хотели убрать Они хотели затмить наш разум Чтобы наш разум был материальный Чтобы мы использовали разум только для материальных вещей А не только для духовных Это была их основная задача И здесь мы видим самоотверженность Самоотверженность Хашманаева Хашманаи пошли на самоотверженность Самоотверженность вплоть до того, что они пошли на самопожертвование Они все думали, что они умрут, никто не думал, что они выживут Они пошли выше разума, потому что связь с Богом стояла выше разума И они пошли на самопожертвование, на такую связь, которая стоит выше разума Ведь понятно, что невозможно победить греческую армию маленькой группой людей Это неразумно, это ни в какие ворота не упишивается Почему они пошли это делать? Потому что связь с Богом у них была выше разума Они пошли проявлять эту связь, даже путем того, что они погибнут. И это поднялось над их разумом. И вот эта связь хашманаев напоминает тот кувшинчик, который они не смогли достать. Тот кувшинчик, до которого невозможно достать. Связь с Богом, который выше разума. Связь хашманаев со Всевышнего, который греки не могли осквернить. Они не могли добраться и осквернить вот эту духовную сущность еврейского народа. И вот эти люди, которые пошли, и так как они пошли на это, и Всевышний раскрывает им связь выше материи. Духовную связь, которая не связана с материей. И поэтому, так как они пошли на самопожертвование ради Всевышнего, ответ был адекватный. Кроме того, что они победили материально, они победили духовно. Что тот материя, который не в состоянии прогореть 8 дней, прогорает 8 дней. То есть мы приходим к заключительной фразе нашего урока, которая объединяет ханукальное чудо и чудо, которое произошло с Юсефом. Из-за того, что греки осквернили разум многих евреев, и этот разум уже был осквернен частично, и евреи становились как греки, и все остальное. Вот это негативное положение привело евреев, которые остались верным Богу, до уровня самопожертвования. До уровня, когда в них раскрылась такая святость, раскрылась такая часть, пишется в Тане, что наша душа состоит из пяти уровней. Пятый уровень, он раскрывается только в емкий пур, и то мы его не сильно чувствуем. И во время самопожертвования. То есть именно плохой негатив, который сделали греки, все вот это, что они вытворяли с нашим народом, оно привело к такому раскрытию души. То есть в этом негативе нашелся такой потенциал, который был способен полностью осветить весь мир своим светом души. Эти люди, которые пошли на самопожертвование, эта кучка людей смогла проявить вот эти вот внутренние вещи, благодаря тому, что их так придавили. Это, как говорится, как маслины, которых начали давить, и пошло масло. То есть именно в тот момент, когда их задавили, когда казалась самая темнота, раздался самый большой свет. Как известно, что рассвет всегда начинается резко после того, как идет самая-самая большая тьма. Пусть Всевышний пришлет нам рассвет, пусть придет время Машеха. Всем хану, косаме и шаббат шану.